В Казани проходит 13-я школа экономического анализа Ассоциации независимых центров экономического анализа при поддержке фонда президентских грантов. Одним из соорганизаторов этой школы выступил Институт управления экономикой и финансов Казанского университета. В этом году главной темой 13-й школы стала экономика в условиях пандемии. Школа экономического анализа – это выступление известных общероссийских экспертов, региональных экспертов. Их лекции, естественно, по наболевшим проблемам, затем конкурс студенческих работ и несколько круглых столов. Одним из спикеров стал Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по теме бюджетной политики в условиях пандемии. В условиях кризиса 2020 года бюджетная политика приобрела некоторые новые черты. Мы столкнулись как раз с тем, что нужно было очень оперативно решать антикризисные меры и находить на это бюджетные средства для их обеспечения. Собственно, об этом и будет моя сегодняшняя лекция. Владимир Климанов также отметил, что ко второй волне пандемии экономика России готова лучше, но есть и определенные трудности. Скорее всего, вторая волна нас, конечно, захлестнет, но понять, насколько будет она глубокой, никто, наверное, не возьмется, не может предсказать этого. И в этой связи вот как раз фактор неопределенности, который сейчас сложился, он является, пожалуй, самым негативно влияющим на развитие ситуации. Также спикеры отметили высокий уровень организации мероприятия Казанским федеральным университетом. Я, например, уже послушал лекции, которые были в онлайне вчера, и могу сказать, что уровень очень высокий. Надеюсь, что и последующая организация, которую я здесь почувствую, она тоже будет на очень высоком уровне. Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.